Друзья, привет! С вами, как всегда, Джамп и Макс, и в этом видео мы с вами поностальгируем и посмотрим на то, каково это играть на геймпаде от Xbox 360 спустя столько-то лет. Давным-давно, когда у меня появился Xbox 7-го поколения, а именно Xbox 360, я, признаться, офигел от удобности его геймпада. Мне казалось, что просто ничего лучшее нельзя придумать, ибо у него была невероятно удобная форма, офигенный откик-кнопок, в общем, всё было офигенно. И играл я на нём до самого выхода Xbox One. После же вышел тот самый Xbox One, и я на нём играю уже как спустя 5 лет, и геймпаду к Xbox 360 я практически не докасался. Я решил всё-таки ощутить какого-то играть на геймпаде от Xbox 360 спустя столько-то лет, и когда я взял его в руки, я офигел. Дело в том, что, играв на геймпаде Xbox One 5 лет, заново ощутить комфорт от Xbox 360 практически нереально. Взяв его в руки спустя столько лет, я подумал, что это просто китайская подделка, так как он весь трещит. У него какое-то странное и в то же время дешёвое покрытие. Мешается вот этот сзади контейнер для батареек, вот реально контейнер, потому что он невероятно огромный. И мешает нормальному положению пальцев, вот как-то реально мешает. Не буду придираться к стикам, потому что они спустя столько лет вот так вот стёрты, и имеют офигеть какую мёртвую зону. Но так или иначе, они намного хуже, чем от Xbox One. Также по сравнению с хуановским геймпадом, у него не очень удобные кнопки A, B, Y и X. Они кажутся реально маленькими и выпрыгивают не так приятно, как от хуановского. Про кнопки RB и RT как бы ничего не могу сказать, они нормальные, но вибраций на курках, конечно же, не хватает. Если же на новом геймпаде от нового Xbox не будет вибраций в курках, то я как минимум огорчусь, потому что это реально незаменимая функция в гонках, в шутерах, и это реальный плюс к ощущениям. А про крестовины я хотел бы сказать одно. Как я вообще на ней играл? Просто не понимаю. Она тут жуть какая неудобная. Она, грубо говоря, как плоская, и все вот эти грани очень слабо ощущаются. Да, я понимаю, что были геймпады вот с такой вот крестовиной, которая поворачивалась, и грани выскакивали, но это, как по мне, все равно не так удобно. Да, это решает половину проблемы, но все равно как бы, если сравнить с хуановской, то это небо и земля. На то время мне казалось, что лучше этого геймпада нельзя просто ничего сделать лучше. Сейчас же я просто офигеваю, как я на него вообще играл. Если у вас есть геймпад от Xbox 360, то попробуйте и поиграйте на нем. Вы офигеете. Знаете, когда я перешел с Xbox 360 на Xbox One и начал играть на новом геймпаде, отличия были незаметны, как они заметны сейчас. На самом деле я реально офигеваю, насколько большая разница сейчас в ощущении. И на данный момент я могу сказать, что геймпад от Xbox One это самый удобный геймпад. И, наверное, это будет до следующего поколения. Вот честно, я даже не знаю, как улучшить этот геймпад. Да, существует элит, но его намного круче, потому что там матовая поверхность, курки. Но куда дальше, чем элитный? Я просто не представляю, что можно вообще еще придумать. В общем, будем ждать следующего поколения геймпадов и посмотрим, насколько они будут хороши. Ну а как вывод к этому видосу, я могу сказать, что с приходом новых аксессуаров игроки все больше зажираются. И старые геймпады кажутся не такими крутыми, как новые. Хотя раньше я просто не мог представить, что может что-то быть лучше этого. На самом деле, клевый геймпад, но в свое время. У кого остался геймпад от Xbox 360, то попробуйте на нем поиграть и напишите свои ощущения в комментариях. Мне реально интересно почитать, у кого какие ощущения. А на этом у меня все. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Можешь поделиться этим видео со своими друзьями. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok